За ЖКХ и в индустриальном районе, и что значит арестованы счета. Не предупреждающего звонка, никакого-либо другого уведомления, а только СМС по факту списания денег. 2 июля у пенсионерки Людмилы Быковой без предупреждения сняли со счета несколько сотен рублей, отправив баланс в минус. Начала выяснять, задолженность больше целых 60 тысяч рублей. Эту сумму ей выставили за неплатежи по коммуналке за комнату, которую женщина три года назад продала и выписалась из нее. Когда мне сказали 61 тысяча, я была в таком шоке. Я, значит, получаю 15 тысяч пенсии. 10 500 я плачу ипотеки, 4 500 у меня получается кредит оставшийся. То есть пенсии у меня нет, а живу на иждивении дочери. Представьте, если у меня арестованы счета, и я еще и буду преступницей, если не проплачу вовремя долг государству. После такого сюрприза у Людмилы Ивановны случилась паническая атака. Впрочем, списание не первое. За долги по чужой недвижимости год назад уже списывали 3 тысячи рублей. После второго случая женщина ринулась к судебным приставам. Двери закрыты. Пошла тогда к мировым. Мне выдали определение об отмене этих приказов обоих. И, значит, сказали, теперь можете идти к приставам, пусть они, значит, решают дальше этот вопрос. Я задала вопрос, а как мне получить те средства, которые у меня были высчитаны? Это надо идти в Сбербанк. Не в Сбербанк, а снова в суд, подчеркивает эксперт. Только так можно вернуть деньги, если их уже успели списать. Иными словами, суд отменил новые списания, но еще нужен его вердикт о возврате списанных. И если денежные средства полностью или частично уже пристав успел снять, тогда есть возможность обратиться с заявлением в суд, вынесший судебный приказ, с заявлением о повороте исполнения судебного приказа и судебного постановления. Юрист пояснил, что данная ситуация не прецедент. Люди в нее попадают по двум причинам. Первая – они вовремя не осведомляют управляющую компанию о выписке из прежнего жилья. Вторая – халатность самой управляющей компании, которая не обновляет сведения о съехавших или, наоборот, заселившихся жильцах. Что касается Людмилы Ивановны, женщина утверждает, что с ее стороны все было сделано вовремя. В управляющую компанию обращалась. Пенсионерка считает, что с ней поступили не по-божески. Она уже обратилась в прокуратуру. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.